Средней части моста Номинаевы 67 лет. Конструкции справа и слева младше. Их соорудили в 96-м году. Признание центральной части аварийной и стало главной причиной масштабной реконструкции переправы через Свиягу. Но представителям общественной палаты Ульяновской области этого мало. На встрече с подрядчиками и чиновниками из профильного министерства они попросили еще раз озвучить все цели ремонта. Очная ставка прошла прямо на мосту. Но также повышение комфорта жителей. Это будет проектом предусмотрено устройство велодорожек, а также лифт для маломобильных граждан. Новая развязка предполагает четыре тоннеля, два из которых организуют только под велодорожки. Второй тоннель разделят велополосы и коммуникации. Именно там и пройдет теплотрасса, судьбой которой обеспокоены общественники. Самый длинный тоннель в 62 метра расположен поперек моста и построит лифт для маломобильных граждан. У нас по проекту было рассмотрено два этапа. Первый этап связывался с демонтажом путепровода, второй этап с демонтажом моста. По решению технического совета решили все-таки эти два этапа совместить для сокращения срока реконструкции. Сейчас в активной стадии работы по левой кольцевой развязке. Однако общественники нашли нарушения в процессе реконструкции. Что появилось как недостаток? Проектная документация, которая утверждена и которая сейчас исполняется. Первые столкнулись оленей высоковольтной электропередачи. Идет летом провис. То, что летом провис будет больше. Мы же все физики учили, понимали, что идет расширение. Сегодня как металла идут провисы. Они уже превышают допустимые размеры по высоте. То есть надо поднимать сегодня высоту опоры. При проверке провиса высоковольтных сетей, то есть разорваться проект для устройства планированной опоры высоковольтной линии. Проект уже в стадии разработки и планируемое устройство в июне следующего года. Высказали свои недовольства активисты по поводу графика производственных работ. Он есть, но отметки о проделанных работах почему-то отсутствуют. Но нет в этом графике отметки. Отметка, мы рекомендовали, должна проводиться сегодня на нашем уровне по итогам месяца. Лучше мы бы цикл называть месячный. Но если есть этапы, которые идут уже к завершению того или иного подхода, мы хотели бы их получить. Зато представители региональной общественной палаты остались довольны темпами ремонта. Коллеги, когда приводили нам цифры о выполнении целевых программ федеральных, а это федеральная программа, в каком стадии она находится на выполнении по итогам первого полугодия. В материалах, которые нам представили, в целом данные цифры о том, что идут с опережением графика, то есть на уровне, вы слышали, 73-74%. То есть в объемной и в денежной форме, что идет освоение, нас это устраивает. А вот объездная дорога в районе Улгу будет готова к завершению демонтажных работ. Это позволит пустить автодвижение в сторону центра города. Ринат Алиулова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.